Здравствуйте, друзья! Мы с вами в нашем любимом таком овощном магазине. Протис у нас называется. Протис. И вот это называется Нью Ли в городе Санта-Крус. Тут вот красота, всякая корзинка. И дают пробовать. Дают пробовать. Во-первых, можно попить водички такой из фруктов. Здравствуйте. Что это? Это рейнкост пранберри-крактор с оранжевым жемом и гот-3. Вау. Это всякие апельсинчики. В общем, богато, друзья, богато. Правда? Приятно так заходишь, угощают. Ё-моё. А это какая-то фигня. Свет, что это за фигня, скажи? Из-за этого фрукта какой-то или овощ. Овощ, наверное, я не на что знаю. Будда. Будда-хэнды называется, друзья. Рука Будды. Вообще пахнет он мандарином, а? Да. Я не знаю. Он пахнет мандарином. Понюхай, понюхай. А то еще назвали бы рука Кремля, знаешь? Да. Ой, как пахнет. Ой, как пахнет. Понюхай, понюхай. Да, да. Он пахнет или апельсином, или мандарином. То есть, типа цитрусового. Да, но его не понятно, как чистить. Он, наверное, скорее всего, никак не почистится. Но очень прикольный. Видишь, рука Будда. А, но сица? Финго, ситрон, да. Да, да. Это и есть цитрусовый. Да, но надо быть. Подожди, подожди, подожди. Да, 8 долларов за фунт. Это не дешевый. Но цитрусовый, Света, но... Мы не случайно, друзья, в этом магазине. У нас по пятницам, субботам поступает имейл от нашего диетолога Алексея Реснянского. И дальше мы движемся по магазинам собирать то, что будем есть в следующей неделе. Нам рацион приходит на неделю. Вот эта вот китайская капуста, она, может быть, еще там как-то называется, по-другому тоже. Но вот эта, вот мы ее так подъедаем, я особенно, она в моем рационе, она есть временами очень так существенно есть. Так, а здесь вообще все очень органическое в этом магазине. И такое хорошее, вкусное, свежее. Санта-Круз находится в окружении большого количества фермеров. Тут вообще с хозяйственными в целом район. Так, вот Света, морковочку, морковочку. Только не брызгай, у меня камера. Так, а она сейчас набрызгает в объекте. Вот видишь, вот эта морковка, она уже порезана на кусочки, весь такой шредд. Так вот, это единственное место, где она шреддает, органическая морковка. Во всех других местах полно ее, но только она нервная. Не поймешь, какая. А почем стоит органическая морковка? 2,49, да? Да, вот она. Вот она, морковка подрезанная, значит, 2,49 за фунт. А нет, это даже не фунт, это за 10 унций. Сегодня, друзья, у нас, как бы, номер такой основной. Это вот, вы видите, спаржа. По-английски называется аспарагус. Вот она, вот эта вот самая аспарагус спарджа. Это то, что нам надо. Потому что у меня на грядущей неделе будет много этого аспарагуса. Аспарагус. Значит, цена у органического не слабая. Вы видите, 9 долларов за фунт. И могу сказать, что неорганическая в Кремниевой долине, когда вы пойдете, она будет стоить, может быть, ну, не знаю, 2 доллара. То есть, так серьезно. Если, например, вам на неделю надо, вот мне, например, надо килограмма 4 этого аспарагуса, значит, это эспаржи. Соответственно, так хорошо получается, правда? Там подстольник. А это прям как тюльпановый лепесточек, правда, такая вот капустка интересная. А Света, друзья, Света вот взяла свеколки, такая она симпатичная, что-то родное в ней есть, правда? Вот свеколка, борщ хочется сварить. Но это для себя есть, у меня никакого борща в рационе нет. Свет, вот ты как хозяйка, скажи, насколько твой рацион от моего отличается? Пока что отличается очень сильно. Ну, не трудно вот так на двоих как бы покупать продукты? Ну, у тебя все одно и то же, поэтому закупил сразу целую кучу. Это у меня много такого маленького. Да, у Светы много разного, по чуть-чуть. А у меня много одного и того же всю неделю. Потом в следующей неделе другого одного и того же. Потом еще одного и того же. Ну, ладно, давай, пойдем по делам. Пойдем. Вы видите, друзья, Светлану, которая теряет, у нас на глазах теряет килограммы и паунды. С момента, как мы поехали в круиз, это было 6 декабря, ну, грубо говоря, за полтора месяца, она потеряла килограмм. Свет сколько? Около девяти. Около девяти. Около девяти. Около девяти килограмм. Я скажу тебе, даже это идет. Вот. Неплохо. 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 Субъективно могу сказать, что вот когда я на Светы смотрю, мне кажется, что она выше ростом. Это не только мне, да, еще люди говорят, ой, ты что, стала выше? Вы видите, друзья, вот один пучок этой спаржи. Причем я сказал, что спаржа, знаете, она хороша, когда тоненькая. Это довольно толстая, вот эта палки. Это далеко. Вот эта часть еще отрежется. Ну, отрежется, но все равно. Тут не будет паунда. Даже если отрежется. Так вот этот, вот это ровно фунт. И этот фунт, вот на десятку, на 9 долларов. А если отрежать, так и сами понимаете. Вот они, беремасы-то, капитализма. Да. А это, друзья, проросшая пшенечка. Видите, за корзинку 2,50. Вот люди соки из этого делают. Надо сказать, что моя спаржа идет в рационе как корейская. То есть, сказано было так, что 90% должно быть спаржи, а еще 10% может быть чего-нибудь еще. Там морковочка, вот Света горошек подгребла для этого дела. Там, понятно, там, значит, для остроты что-либо. Там, может быть, перчик или там чесночок или то и другое. В общем, как бы сказать, некоторое разнообразие должно присутствовать. Свет, чего мы еще хотим добавить, кроме горошка? Морковочку. Я взяла уже. Мы взяли морковочку. Что еще мы возьмем? Я думаю, что ничего, больше тебе добавлять не надо. Мне просто нужно... А чесночку какую-нибудь? Вот чесночок, да, но вот тут нету почищенного. Сейчас поищем. Вообще, с чесноком, я бы сказал, как-то не очень, да. То есть, он такой маленький, органический. 7 баксов. Друзья, 7 баксов за фунт органический чеснок. Можете себе представить? Так еще и не почищенный. Вот, друзья, в пакетике есть почищенный, он же органический. За 3,5. Сколько там веса, я не вижу. Ну, вот, пил. Видите? Пил, это с которого... 170 грамм. Содрали штуку. 170 грамм. 170 грамм, 3,50. Вы сами видите, друзья, что творят, как бесчинствуют. Похоже на петрушку. Нет, это кинза. Кинза, окей. Я взяла кинзу. Как кинза, по-нашему, да. По-нашему, кинза. Да, друзья, нашу кинзу они силантрой называют. А вот тут 5 сортов я наблюдаю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сортов сладкой американской картошки. Это такая страна, друзья, здесь и жизнь сладкая, и до того сладкая жизнь, что уже и картошка тоже сладкая. Все сладкое. А в конфетах столько сахара, что есть вы не будете. А будете есть европейское, бельгийское, швейцарское, немецкое. Или в русском магазине возьмете что-нибудь там привычного. Светочка, объясни, в чем назначение вот этой картошки, что ты хочешь ей сделать? Ну, я же порч хочу сварить. А почему со сладкой картошкой? Ну, чтобы было меньше карбогидрата. Меньше углеводов? Ну да. Она менее углеводная? Она менее углеводная. Мало того, вот эта, которая красная, именно она не красная, она внутри должна быть purple такая, она фиолетовая должна быть внутри. А, она внутри красненькая, я понял. Потому что если ты осторожнее красная, если ее потереть, она будет белая. Я понял. Света хочет сказать, что вот эта красная, вот эта, она так красная, а внутри белая. А вот эта еще внутри красная. И что она? Ну, она менее углеводная. Понял. Вы видите, друзья, все сладкое. Вот, пожалуйста, лук. Сладкий. Вот он. Сладкий. Но я, на самом деле, думаю, что мы не должны доверять. Это чисто маркетинговый ход. Вряд ли так вот, знаете, очень сладкий сахар из него не добывают. Все-таки сахар добывают из тростника или из свеклы. И вот, друзья, мы прощаемся с нашим любимым магазином. И мы приобрели одну вот эту Будда-хенд. Действительно, от Будды многое в этом есть. Мы пойдем сегодня в гости к нашей дочери. И вот им подарим. Нам сказали... Пахнет невероятно. Пахнет невероятно. Сказали нам, что это никто не ест. А мы попробуем. Мы обязательно укусим. Укусим, что это никто не ест. А так для аромата. Там, может быть, его порежут. Но мы как бы декоративно. Но, на самом деле, это стоит 8 долларов в фунт, Света. Это не такая вот вещь, чтобы, знаешь... Декоративно. Весь дом обставить. Да. На самом деле, она испортится. Она же свежая сейчас. Ну, все расскажем. Попробуем, все расскажем. Так, давай, крупным планом. Крупным планом. Вот оно. До встречи, как и все потому. С вами был Аятель.